здравствуйте друзья не перестаешь удивляться открывать для себя что-то новое в мире видео и просмотров и статистик всяких и так далее в частности я вот что называется чешу репу думаю что ж такое сделал два видео одно за другим интервью с блогерами там нас еще на подходе я просто как-то собраться трудно тут бегать немного но значит одно видео с мальчиком другое видео с девочкой так грубо говоря они разные там все разное но прежде чем человек пошел видео посмотреть он ничего не видит кроме дач маленькой картинки на одной картинке видно что девочка на другую картинке видно что мальчик больше не видно ничего и видео с девочкой значит получает там полтора раза больше просмотров чем видео с мальчиком я думаю что ж такое не то что там девочка в каком-то виде знаете таком провокационном нет все совершенно обычно прилично и я понимаю конечно если там обнаженная натура она бы привлекла но тут чего же это такое происходит значит этом неужели заставочка вот это вот с мальчиком действует хуже чем заставочка с девочкой а на кого она хуже действует это что значит у нас мало женщин которые хотят посмотреть на мальчика или у нас наоборот женщинам нравится больше смотреть на женщин я не знаю в общем мне такие всякие мысли ответа нет и я даже не знаю что сказать вот поэтому если там кто подскажет я буду очень признателен что еще сказать по дороге на работу в пятничный день что-то я устал на недельке за беготни много знаете вот мне не от того что тяжелую ношу несешь от того что дёрг 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 со всех сторон и так как то вот ощущение такого дефицита времени цейтнота такого постоянного но ничего я скажу это намного лучше чем когда сидишь и не знаешь чем заняться было время такое тоже поэтому я уже лучше буду в цейтноте чем сидеть и не знать чё делать вот теперь что еще у меня было под накопилось сколько-то вопросов там для видео а сейчас я практически все разгреб но там может быть есть еще штук там 12 13 вопросов но таких на которые сложно собраться отвечать то что легко я сразу собираюсь а то что сложно так потихоньку вызревает 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 вот так что давайте вопросы потому что в смысле темы для видео давайте потому что если тем нет я тогда буду не значит вот блогеров снимать или там недвижимость какую вот или просто так о жизни разговаривать что еще книжка наша воспоминаний как бы не воспоминаний ну так как бы история нашей эмиграции вот книжечка там осталось нам написать об авторе надо кого-то найти я в гаррика прораба попрошу мы с ним знакомы 20 лет и он участник событий там про него тоже есть поэтому пусть бы он написал гарик между прочим он не просто так вот потрепаться здоров а он еще и книжки пишет вот он уже здесь будучи в америке написал я боюсь соврать 2 3 2 у него у него есть автор соавтор постоянный соавтором мы когда-то еще в школе в одной очередь москве он тут есть он у нас бывал на видео сережа зовут и значит вот они с сережей пишут книжки иногда а до этого значит гарик написал невероятную серию таких мемуаров о жизни в ссср просто бесподобные рассказики да да есть книжка кстати действительно у него есть книжка с его рассказик он там один в этой книжке я его может быть попрошу сделать презентацию чтобы вы знали что у него есть рассказики про просто сказку и вот значит попрошу гаррика раз он такой песучий значит написать об авторе тем более он автора знает и собственно все значит дальше пойдет корректору сейчас мы там присматриваем себе корректоры который бы взялся рукопись большая все-таки там 30 авторских листов довольно довольно много вот и и все и мы еще смотрим на картинки то есть мы такие вставочки будем делать с фотографиями не знаю что получится но в общем и собственно все дальше надо искать кто отпечатает но я думаю что гарик мне подскажет раз он тут сам печатается то у нас есть консультант небольшой вот собственно и все дальше от с утра у нас была дискуссия со светланой сколько нужно напечатать я год ну давай напечатаю там тысячу будем раздавать может быть там из наших зрителей кто-то захочет там с подписью там еще что-то и значит будем рассылать она года ты представляешь она говорит сколько места займет тысяча таких толстых книг это год нас уже в доме там надо будет бочком вдоль стенок проходить я подумал что да действительно тысячи это много в общем вот такие заботы хорошие я считаю что это хорошие заботы надо на ценник посмотреть дело в том что когда ты книжку заказываешь распечатку заказываешь то соответственно там надо от копий от количества копий зависит цена там если ты хочешь одну книжку это одна цена если ты хочешь там не знаю там 100 книжек уже немножко лучше цена на в расчете на копию вот и даже не знаю я знаю людей которые увлекаются вот писаниной и книжечки издают но вот небольшая относительно книжечка относительно небольшая обходится где-то там может быть 7 8 долларов но правда они так по 500 по 1000 делают у меня намного больше так что я даже не знаю мощь вот так вообще я хочу сказать что лето для школы это такой сезон более спокойный чем например вот сентябрь октябрь в том смысле что люди как когда планируют там свои дела на лето очень часто у них что-то связанное есть с детишками там с поездками с родственниками еще чуть и вот допустим май июнь с точки зрения набора у нас поспокойнее а вот например уже конец августа октябрь ноябрь это уже там прямо молчища такие там записываются на две недели вперед там чтобы тесты сдавать у нас тесты по расписанию то есть вы не можете просто так прийти а есть три дня в неделю с часу до трех у нас я не помню например там понедельник среда пятница например там с часу до трех или там с трех до шести я боюсь соврать вот и они звонят в офис им говорят приходите возьмите тесты и там их записывать и там такая серьезная очередь выстраивается поэтому у нас с одной стороны вот я говорю что дергать немного но это не из-за студентов а это из-за просто текущих дел текущих дел много всегда вот а дальше уже начнется там со студентами и ну опять это больше ложится все на офис не на меня лично то что я обычно со студентами работаю когда дело доходит до резюме до трудоустройства там проинструктировать и так далее на вопросы ответить там бывает затык человек иначе надо с ним поработать потом когда люди на интервью несколько расходят и у них не очень получается значит они ко мне идут на ревью и мы с ними разбираем что был на этих интервью там такого плана у меня загрузка я уроки тоже веду на немножко чтобы так форму держать и знаете так как сказать в лицо наш контингент дальше что вам еще рассказать то я думаю вот пятница пятница хорошо такое легкое настроение я вам рассказываю что вы не знаете про пятницу в америки есть такое выражение может быть аббревиатурка такая вот если вы когда-нибудь услышите айти джи айф thanks god it's friday да слава богу это пятница я даже не знаю можно ли это назвать прямым аналогом значит известные нам пятница не работница пятница все-таки работница но все равно какая-то пятница расслабушница вот я бы так сказал пятница расслабушница thanks god it's friday и потому что планы потому что friday night это обычно вот то время когда люди идут там семьей с друзьями идут в ресторанчике вот в америке это вечер в пятницу самый можно сказать шаббат вот но не это не у всех вот и вот этот самый шаббат все празднуют тем что идут куда-нибудь там и у них такая social life да вот они покушать пообщаться и когда экономика хорошая то например у ресторанов вечером friday night не не запаркуешься тут все забито по парковке у ресторанов friday night хорошо видно что с экономикой в этом месте потому что если так свободненько значит хана а если все забитенько значит жизнь кипит что еще сказать у нас в офисе практически никаких изменений нет ну то есть есть там небольшие замены вот аня которая в гугле работала она перешла к нам в офис потому что с детишками там ей удобнее у нас быть ну и соответственно там девушка которая эту работу раньше делала она они как бы рокировались то пошла тестировать значит а аня к нам в офис вместо нее но не не только вместо нее у нее будет более широкий набор функций в частности мы сейчас на каникулы уходим ну не прям сейчас а вот первая неделя июля мы будем на каникулы и поскольку возвращаемся мы с каникул в понедельник 13 а 14 уже начинаются группы причем 1 от онлайн его и 1 живьем фулл-тайм и вот фулл-тайм групп группа всегда хлопотная потому что там ребята приезжают их надо где-то поселить иногда их надо встретить и в общем там целая такая канитель поэтому мы должны кого-то оставить в офисе на эту неделю вот аня будет сидеть в офисе если вы позвоните она и кто-то трубку снимет это будет она вот и она так будет помогать ребятам которые приезжают там жильем инструктировать может быть даже встречать она в общем нормально ориентируется на дорогах в аэропорт и ездить помогает мне иногда вот так что такие вот у нас примерно ближайшие планы я все думаю так мозг напрягается я думаю чем такой я раз не забыл вам рассказать из наших дел ну кто интересуется я понимаю что как бы у нас разная аудитория и интересуется она разными вещами вот некоторые просто вот как блог смотрит тот человек там живет как бы реал эти шоу да вот он пошел туда сюда мне жена иногда говорит ты придешь к тому что будешь в туалете снимать я говорю нет бегу есть укромные уголки нашей жизни и места где мы не снимаем в частности друзья мы не снимаем в туалете ну что это такое а что там снимать в туалете вот и сами подумайте настройки мы снимаем вот строится видно что туалет а дальше все так что друзья я прибыл на работу я на сегодня раньше обычно да точно полдесятого вы видели что творится в полдесятого еще паркинг свободный вот сколько хочешь паркинга как только вот еще минут пять-десять пройдет и будет приближаться до время поступления студентов как бы вот тут уже все и закончится так прям табличка у вас перед глазами смотрите написано видите говорят что места которые вдоль билдинга вот этого за резервируем за теми кто тут вот снимает офисы и их посетителями а те кто лишнее их отвезут отсюда вот а если тебя отвезли отсюда оттащили тогда вот звони разбирайся чуть левее вам не видно но вот чуть левее табличка написано не курить на расстоянии 30 футов от билдинга ну грубо говоря 10 метров вот 10 метров не курить я вам скажу иной раз курят и гораздо дальше а что получается вентиляционная система этого здания затягивает с улицы воздух и потом может по всему билдингу может подпахивать и табачком а иногда вот тут в одном из офисов где-нибудь они возьмут там чуть разогреют в микроволновке и это вентилятор потащил в общую систему и потом приходишь куда ты чувствуешь пахнет там барбекю каким-то там или еще чего-то думаешь это у кого-то из соседей затягивает в систему тут их несколько разделенных но вот мы кое с кем на одной на одной системе находимся и иногда унюхиваем что они там кушают ну счастливо я пойду уже